Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева Черкис. Всероссийский конкурс «Создание комфортной городской среды» будет продлен до 2030 года. Такое решение озвучил президент России на церемонии вручения Всероссийской премии служения в рамках муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Наш национальный лидер подчеркнул, что многие полезные начинания разработаны именно благодаря данному конкурсу, который проводится с 2018 года и включен в федеральный проект формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Карачева Черкесия всегда принимает активное участие в конкурсе и уже трижды становилась его победителем. Так, благодаря победе уже благоустроен зеленый остров Карачевский, а центральный парк в Уст-Джигуты на финишной прямой. В 2024 году будет реализован еще и проект по благоустройству Малого пруда в парке культуры и отдыха зеленого острова Черкеска. Помимо этого в республике продолжится работа по благоустройству общественных территорий, непосредственное участие в которое принимают сами жители путем онлайн-голосования. В 2023 году благоустроено 12 общественных и 56 территорий дворов в 16 населенных пунктах. В этом году также пройдет голосование с 15 марта по 30 апреля. Жителям предстоит выбрать общественные территории в Черкесске, Карачаевске, Уст-Джигуте, Тиберде и Метногорском. Рашид Темрезов призвал всех принять участие и самим выбрать, какой именно объект будет обновлен. Многое сделано, многое предстоит сделать. Но многие хорошие, полезные начинания были разработаны благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. И могу сказать, что уже принято решение о его продлении до 2030 года. В селе Уруб активными темпами ведется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Важно отметить, что данный объект возводится в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Современное медучреждение будет оснащено всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. О ходе строительных работ Алихан Лепшоков. Строительство нового современного фельдшерско-акушерского пункта для села Уруб является жизненно необходимым. Здание старого медучреждения, в котором долгие годы принимали жителей, совсем обветшало. На строящемся объекте уже выстроены стены и полным ходом идет укрепление фасада. Новый ФАП позволит предоставить первую медицинскую помощь качественно, что самое главное, своевременно. Это шикарное здание, в котором мы будем оказывать первичную медицинскую помощь всем населениям. Здесь будет оборудование новое, отопление шикарное, теплое, мебель новая и также у нас будет очень много медицинской техники. Поэтому мы рады и благодарны нашему правительству, которое оказывает нам эту помощь в строительстве ФАПа. Мы с нетерпением ждали строительства нового фельдшерско-акушерского пункта, так как бывает сложно ездить в город, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. А с открытием этого медучреждения каждый из нас сможет в легкой доступности проходить необходимые процедуры, отмечают жители села Уруб. Больше населения нашего села это уже пожилые, но им очень тяжело в городок ездить. Когда вот у нас был закрытый ФАП, бедные наши бабушки были. Мы, конечно, еще желаем, чтобы в этом ФАПе была хотя бы какая-нибудь маленькая аптечная киосочка, чтобы за копеечными таблетками не ездить в городок бабушкам. Ну и для нас также очень необходимы дети. Вот у нас очень много детей, тоже в городок не наездишься. Мы очень рады, что будет у нас новый ФАП. Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Уруб завершится уже в этом году. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Урубский район. Сотрудники, военнослужащие и ветераны Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии во главе с заместителем начальника территориального управления по военно-политической работе полковником Виталием Повелица в рамках благотворительной акции «Твори добро» навестили воспитанников Республиканского дома-интерната для детей-инвалидов «Забота» в микрорайоне Московский. Росгвардейцы встретились с педагогами, ознакомились с учебным процессом учреждения, посетили уроки. Ребята рассказали гостям о своих успехах в учебе, спели любимые песни, прочитали стихи, показали подделки, сделанные своими руками. Ваше теплое внимание к нашим воспитанникам помогает сделать их жизнь веселее и ярче. Спасибо, что являетесь постоянными гостями в нашем общем доме. Не оставляйте без внимания детей с ограниченными возможностями здоровья, отметила директор учреждения Елена Червонова. В завершении встречи Росгвардейцы поблагодарили коллектив дома-интерната за неоценимый вклад в воспитание особенных детей и вручили подарки. От лица сотрудников и воспитанников нашего учреждения «Забота» мы благодарим Росгвардию за заказанную помощь. Ваше тепло, ваша забота, ваше внимание к нашим детям помогает сделать жизнь наших воспитанников лучше. Они знают, что они любимы, что о них заботятся, что есть люди, которые готовы прийти к ним в гости, пообщаться, подарить им свое тепло. Спасибо за общение, потому что самое главное в жизни любого человека – это общение с людьми, которые близки по духу. Вы с любовью приходите и разговариваете с нашими детьми. Это очень ценно. Мы всегда ждем вас в гости и желаем вам успехов, счастья, радости, а самое главное – мира, мира на земле, чтобы было желание жить и творить добро. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. В читальном зале Кочегу имени Умара Алиева прошел литературный вечер, посвященный 85-летию поэта, заслуженного деятеля культуры Карачева-Черкесии, переводчика поэзии Омара Хайяма на карачаевский язык Альберта Батчаева. Поздравили виновника торжества, представителя рода Батчаевых, известные общественные деятели. С литературного вечера репортаж Алихана Лепшокова. Он является автором трех книг, куда входят более 1600 переводов Омара Хайяма на карачаевский язык. Поэт Альберт Батчаев более 50 лет отдал изучению творчества этого всемирно известного персидского литератора. Литературный вечер был организован членами кафедры Карачаева-Балкарской и Ногайской филологии Кочегу. Представители рода Батчаевых поздравили юбиляра и вручили ему памятные подарки. Важно отметить, что больше 40 лет Альберт Нусаевич посвятил горному туризму. Собравшись, отмечали, что его переводы Омара Хайяма так чудесно передают глубину поэтических образов, сохраняя мудрость и самобытное великолепие. Образы, которые можно записать, какие у нас должны быть традиции, обычаи. Все то, что накоплено в течение тысячелетий нашим народом, которое стало достоянием сегодня для нас, в том числе и через Альберта Нусаевича. Через Альберта Нусаевича наша культура вошла в мировую культуру. Мы являемся частью этого мирового сообщества. Альберта Нусаевича, огромное спасибо вам. После всех поздравлений студенты Кычагу прочитали стихи и поэтические переводы Альберта Батчаева. Альхан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. За 2023 год Карачаева-Черкесия приняла 2 миллиона 103 тысячи туристов. Неизменно самыми популярными зонами отдыха остаются курорты Домба и Архыз, а также туристические комплексы Медовые водопады и Мара. Домбай по стиле 961 тысячи туристов. Как организована работа служб, призванных обеспечить качественные, а самое главное безопасный досуг туристов на снежных склонах Домбая, узнавал Ахмад Халпич. Снег, выпавший весьма кстати, и неописуемые виды главного Кавказского хребта, открывающиеся со склона горы Муса-Читара, еще раз убеждают в правильности выбора и тех, кто посещает Домбай впервые. Едем под впечатлением, мы на автомобиле сюда ехали, красота, вот, как бы сбываются мечты, да, пейзажи какие, это необыкновенно, это не передать словами, это надо почувствовать. Снежки успели покидать? Да. Ну как тебе в целом здесь вообще находиться? Ну нравится, только снеговика мы не можем слепить, тут он такой мягенький, снежок. Не совсем такой, как у вас. Ну у нас его нету сейчас. У нас нету снега. Незабываемые впечатления туристам, предпочитающим активный зимний отдых и поклонникам горнолыжного спорта в этом сезоне здесь обеспечат 9 трасс различной степени сложности. Из них одна зеленая, рассчитанная для начинающих, три синих, средней сложности и четыре красных из категории повышенной сложности. А для асов, исключительно высокого уровня, есть еще одна черная трасса. Здесь ровненько, красивенько, уже все разглажено, так что вообще одно удовольствие кататься. Сколько времени? Ну мы где-то, наверное, на большой трассе с часов 12. Вот, кстати, наверху есть классная кафешка, если хотите посидеть, это очень вкусная причина. В конце 2023 года на курорте Домбай ввели в эксплуатацию 17 километров горнолыжных трасс. С привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов на территории курортного поселка обновили и расширили 16 километров существующих спусков, а также построили новую трассу. Они оборудованы всем необходимым для спортивного отдыха. Спуски оснащены системой безопасного катания, которая включает в себя знаки предупреждения и защитное заградительное оборудование, позволяющее избежать отклонений спортсменов от маршрута во время спуска. Кроме того, на объектах выполнена инженерная защита склонов трасс для преотвращения эрозии. Ну а для тех, кому еще рано идти за адреналином на горные склоны, организованы менее экстремальные развлечения. Как вам Домбаева? Очень классно, природа такая. Да, красиво очень. Какие развлечения для себя здесь открыли? Тут мы катались на плюшках очень много. Очень круто. Поели хачаны. Ну как вам хачаны? Очень вкусно. Впервые в Домбаев? Нет, не впервые, уже, наверное, раз в третий. Каждый год приезжаете? Да. А на чем катаетесь? Ну сейчас будем, наверное, кататься на каких-нибудь льзянках или что-то все по-твоему. На плюшках зимних. По уже сложившейся традиции последних лет специалисты регионального ментуризма прогнозировали значительный рост туристического потока и в этом сезоне. Ну а наши курорты, в свою очередь, подготовились с учетом всех статических данных и профессиональных прогнозов. Расширены штаты инструкторского состава, вложенных патрулей и спасательных служб. При этом, если данная тенденция сохранится к следующему сезону, без кардинальных решений будет не обойтись. Уверены работники туристической отрасли. Ахмат Халкечев, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Тамбай. Сегодня праздник поклонников невероятно популярного молочного продукта. Во всем мире отмечается День любителей сыра. Это очень полезный продукт. Многообразие видов сыра позволило снискать популярность как у обычных потребителей, так и в среде настоящих гурманов, ценителей изысканных вкусов. История этого продукта уходит своими корнями до письменную древность. Некоторые исследователи упоминают 80 тысяч лет до новой эры в качестве исходной точки развития сыроварения. На эти цифры указывают отдельные археологические находки и их химический анализ. Что касается родины сыра, то тут однозначного ответа не существует. Так что этот молочный продукт в разных вариантах присутствовал в культуре многих народов, место проживания которых могло быть расположено на значительном удалении друг от друга. Точнее сказать, народы эти проживали в разных частях света. У нас в республике очень популярен карачаевский сыр. Он в основном производится в горной местности, в районе с безупречной экологией. И поэтому, как утверждают специалисты, содержат все питательные элементы, входящие в состав молока. На этом субботний выпуск вестей подошел к концу. Приятных выходных и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok